11 научно обоснованных советов о том, как похудеть более быстро и безопасно. Если ваши брюки или джинсы больше на вас не налезают, знайте, вы не одиноки. Многие люди очень хотят сбросить несколько килограмм и желательно побыстрее. Ну а по данным из открытых источников, более 50% взрослых и детей в наших краях имеют избыточный вес или страдают ожирением. Кстати, вы сами можете узнать, есть ли у вас избыточный вес или ожирение. Для этого вы можете использовать простую формулу индекса массы тела. Формула ИМТ это простой расчет. Вес тела человека в килограммах делится на квадрат его роста в сантиметрах. И если ИМТ от 25 до 30, то это считается избыточным весом. А ИМТ выше 30 считается ожирением. И избыточный вес, и в большей степени ожирение связаны с повышенным риском возникновения ряда проблем со здоровьем. От диабета до сердечных заболеваний и даже рака. Друзья, безопаснее конечно худеть не торопясь. Но эти советы помогут вам более быстро снизить вес здоровыми и безопасными способами. В этом видео вы узнаете про 11 научно обоснованных советов, как похудеть более быстро и безопасно. Ну а если вы досмотрите ролик до конца, вы будете точно знать, что нужно делать, чтобы сбросить лишний вес. Поэтому присаживайтесь поудобнее, досматривайте видео до конца и я надеюсь, что вам будет очень полезно и интересно. Кстати друзья, подпишитесь на канал, присоединяйтесь к нам, к нашему движению, если вы еще этого не сделали. Так вы сможете получить еще больше полезной и интересной информации. На колокольчик тоже нажмите, чтобы вы не пропускали мои новинки. Сейчас очень много людей хотят быстро снизить вес. Поэтому тема, как быстро похудеть, очень актуальна. И хотя существует очень много различных диет, помогающих сверхбыстрой потере веса. Многие диетологи и эксперты по фитнесу утверждают, что медленно, продолжительно и непрерывно, вот самая лучшая тактика похудеть. Сброс веса от 1 до 2 килограммов каждую неделю, это здоровый и хороший темп похудения. А похудение за одну неделю больше, чем на 2 или 3 килограмма, скорее вредно, чем полезно. Потому как слишком быстрая потеря веса может привести к потере мышц и снижению метаболизма. А это также может привести к дефициту питательных веществ и другим проблемам со здоровьем. Однако некоторые люди могут похудеть более быстрыми темпами, без ущерба для здоровья. И это зависит от человека, от того, сколько веса ему нужно сбросить и какими способами он этого добивается. И к сожалению, не существует точных цифр, которые можно безопасно сбросить за неделю. Ведь вопрос не только в том, как быстро человек теряет вес, но и в том, какими способами он это делает. Также человеку обязательно нужно учитывать то, какие питательные вещества он потребляет во время похудения. Если потребление питательных веществ в этот период будет скудным, то скорость потери веса не будет так же опасна, как истощение организма. Ведь он не получает всех витаминов, минералов и питательных веществ в нужном количестве. Диеты для быстрого похудения могут показаться вам привлекательными, но они реально могут быть и опасны. Диеты для быстрого похудения, при которых вы теряете уйму веса за неделю или две, приведут скорее всего не туда. Потому что они обычно ведут наоборот не к потере веса, а к увеличению веса. А это все потому, что как только вы перестанете строго следовать жесткой диете, вы можете набрать вес. Многие люди, сидящие на экстремальной диете, зачастую потом, очень быстро восстанавливают весь потерянный вес. А иногда и прибавляют в весе после завершения какой-нибудь модной диеты. Чтобы похудеть очень быстро, вы должны строго ограничивать количество потребляемых калорий и выполнять много упражнений высокой интенсивности. И если вы худеете слишком быстро, вы рискуете получить такие проблемы, как дефицит питательных веществ, сокращение мышечной массы и даже камни в желчном пузыре. Конечно, некоторые из этих осложнений могут быть следствием неправильного питания, а не только лишь возникать из-за очень быстрого похудения. Однако, если человек достаточно себя ограничивает в калориях, чтобы быстро похудеть, скорее всего он будет питаться неправильно. А потому нужно уделять пристальное внимание питанию и вести подсчет всего, что вы едите. И какие питательные вещества вам поступают с пищей, тоже необходимо учитывать, чтобы предотвратить дефицит питательных веществ во время этих ограничений. Остерегайтесь сверхнизкокалорийных диет. Ведь зачастую очень быстрая потеря веса происходит в результате большого количества тренировок и следования очень низкокалорийной диеты. Низкокалорийные диеты часто это диеты с опасно низким содержанием питательных веществ и калорий, а это ведет к проблемам со здоровьем. Все потому, что регулярное употребление слишком низкого количества калорий заставляет организм чувствовать, что еды мало. Это снижает скорость сжигания калорий. Мозг дает команду телу экономить. Парадокс в диетах заключается в том, что хотя вам и необходимо дефицит калорий соблюдать для похудения, то есть вы должны потреблять меньше калорий, чем расходуете каждый день, для достижения результатов в потере веса. Слишком низкое потребление калорий может быть опасным. Лучше вместо этого стремитесь к постоянной непрерывной потере веса, давая своему организму все, что ему нужно, с помощью полезной цельной пищи, физических упражнений и, конечно же, сна. 11 научно обоснованных советов, как похудеть более быстро и безопасно. Первое – это белок, друзья. Употребляйте белок при каждом приеме пищи. Достаточное количество белка поможет вам оставаться довольными и противостоять соблазну перекусить между приемами пищи. Белок также поможет ускорить метаболизм, поскольку для метаболизма требуется больше калорий по сравнению с жирами и углеводами. Источниками высококачественного белка являются постная говядина, куриная грудка, рыба, греческий йогурт, чечевица и фасоль, а также тофу, орехи и сметана. Белок сохраняет мышечную массу и является важным питательным веществом для похудения, поскольку потребление достаточного количества белка помогает снизить аппетит и помогает сбросить жир без потери мышечной массы. Он также поддерживает здоровый обмен веществ и может помочь вам избежать набора веса. Второе. Не забывайте про другие питательные вещества. Помимо того, что вы должны потреблять достаточное количество белка, важно также получать достаточное количество жира, железа и клетчатки. Здоровые жиры имеют большое значение, потому что они могут помочь предотвратить переедание и контролировать аппетит. Клетчатка помогает поддерживать здоровый обмен веществ, а хорошая новость заключается в том, что овощи содержат много клетчатки. Они также помогают улучшить обмен веществ благодаря содержанию железа. Железо нам необходимо для обмена веществ и превращения калорий в энергию. Не пейте калории. Вы об этом наверняка слышали уже тысячу раз. Употребление калорий в виде сладких напитков, соков или алкоголя – это простой способ набрать лишний вес. Лучше пейте воду, друзья. Только я вас прошу, пожалуйста, не переусердствуйте с водой. Спросите у своего лечащего врача, сколько воды вам нужно выпивать в день. Лучше пусть вам подскажет врач, потому что это индивидуально. И небольшое обезвоживание тоже полезно для похудения, потому что иногда ваш организм принимает жажду за голод и начинает сжигать жир. В это время как раз таки и можно попить воды. Она может помочь вам чувствовать себя сытым в это время. Если вам не очень хочется чувствовать вкус простой воды, вы можете добавить ломтики свежих фруктов. Так вы добавите вкуса воды, но там будет очень мало калорий. Все записывайте. Обязательно записывайте количество потребляемых продуктов и напитков. Это имеет решающее значение для успеха в похудении, потому что это вас дисциплинирует. Диету легче нарушить, когда вы не записываете то, что ели, не вели под счет калорий и полезных веществ. На самом деле это легко. Вам даже блокнот для этого не нужен. За вас все сделает ваш смартфон. В интернете полно популярных приложений по типу счетчик калорий или учет питательных веществ. Ешьте три полноценных раза, а не делайте пять или шесть маленьких перекусов. Лучше избегайте обычных диетических советов, состоящих из пяти или шести небольших приемов пищи. И вместо этого придерживайтесь более традиционного подхода, состоящего из трех порций еды в день. Многие люди, которые пытаются похудеть, целыми днями перекусывают, говоря о том, что они питаются пять или шесть раз в день, но маленькими порциями. А по факту вообще никогда не прекращают есть. А переход на классическое трехразовое питание помогает сосредоточиться на употреблении в пищу хорошего источника белка, цельного зерна, а также фруктов и овощей. А еще это научит избегать еды вне времени приема пищи. Отказ от перекусов также может помочь создать дефицит калорий, необходимый для похудения. Просто следите за размером порций, чтобы не переедать. Не перекусывайте поздно вечером. Избегайте дополнительной еды после ужина. Это только добавляет вам калории, а также не дает вашему организму сжечь накопленный жир, пока вы спите. Перекусы поздно вечером – проблема для многих людей. И зачастую это делается бездумно, во время просмотра телевизора или работы в интернете. И отказ от этой вредной привычки поможет вам быстрее сбросить вес. Часто занимайтесь спортом. Чтобы поддерживать потерю веса, часто занимайтесь спортом. А еще чаще меняйте свой режим тренировок, примерно каждые 4 недели. Люди часто делают одни и те же упражнения снова и снова, и ожидают от них каких-то других результатов. Как по мне, это бездумно. Лучше смешивайте типы упражнений и тренировок, чтобы поддерживать стабильность похудения и чтобы добиться более лучших результатов. И помните, вы должны регулярно тренироваться. Старайтесь уделять тренировкам и упражнениям от 30 до 60 минут в день, 4 или 5 раз в неделю. Почувствуйте жжение от упражнений высокой интенсивности. Повышение интенсивности тренировки увеличит скорость сжигания жира, и это поможет вам быстрее достичь ваших целей. Тренировки с отягощениями, а также высокоинтенсивные интервальные тренировки сжигают наибольшее количество жира. Высокоинтенсивная интервальная тренировка заставляет ваш организм сжигать больше калорий и на срок до 24 часов после тренировки. Это наиболее эффективный способ сжигания жира. Он постоянно увеличивает частоту сердечных сокращений на короткое время, что в свою очередь заставляет ваш метаболизм работать весь день. Если вы хотите перемен, вы должны попробовать высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они являются отличным способом помочь вам сбросить лишний жир. Добавьте силовые тренировки. Я часто вижу, как люди, которые хотят похудеть, занимаются кардиотренировками, забывая о силовых тренировках. А ведь силовые тренировки дают множество преимуществ организму для здоровья и похудения. Силовые тренировки тонизируют, укрепляют мышцы, а также ускоряют метаболизм еще долгое время после тренировки. Нужно стремиться к 3-4 30-минутным занятиям по поднятию тяжести в неделю, чтобы ускорить достижение результатов по похудению. Не забывайте и про кардиотренировки. Хотя силовые тренировки помогают сохранить и увеличить мышечную массу и могут помочь вашему телу интенсивно сжигать жир. И даже после того, как вы покинете тренажерный зал, кардиотренировки также необходимы. Кардиотренировки помогают нам избавиться от большого количества калорий, помогают улучшить состояние легких и сердца, да и вообще, собственно говоря, похудеть. Отдыхайте. Ключевым компонентом устойчивого похудения является сон. Недостаток сна может побудить вас сделать выбор менее здоровой пищи. Перекусить поздно вечером и привести к резкому скачку уровня кортизола. Кортизол это гормон, который помогает организму сохранить жировые запасы. Поскольку сон очень важен для здоровья, а также для похудения, старайтесь спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Друзья, спешите похудеть медленно, ведь как у нас говорят, тише едешь, дальше будешь. Быстрая потеря веса часто не является продолжительной потерей веса. Это потому что планы, необходимые для быстрой потери веса, не являются долговечными. Вот вам пример медленного похудения, медленного в кавычках. Как пример правильного похудения для медленных, но постоянных и уверенных побед в похудении. Похудеть на 1 кг в неделю, это значит похудеть на 4 кг в месяц, что равняется 12 кг за 3 месяца или 25 кг за 6 месяцев. Согласитесь, отличный был бы результат. Друзья, вносите правильные и стойкие изменения, и вы можете быть удивлены, насколько быстро упадет ваш вес. 11 советов для более быстрого похудения. Употребляйте белок при каждом приеме пищи. Не забывайте про другие питательные вещества. Не пейте калории. Все записывайте. Ешьте 3 полноценных раза, а не 5 или 6 маленьких перекусов. Не перекусывайте поздно вечером. Часто занимайтесь спортом. Почувствуйте жжение от упражнений высокой интенсивности. Добавьте силовые тренировки. Не забывайте и о кардио тренировках. Отдыхайте. Я хотел бы задать вам вопрос, друзья. Напишите в комментариях, какой совет вам нравится больше всего. А еще мне интересно, вы проверяли себя по индексу массы тела? Расскажите, какой у вас результат получился. Также я вам очень рекомендую посмотреть еще одно мое видео. О том, может ли коллаген обратить старение вспять. Думаю, это видео окажется вам интересным. Ссылку я оставил в описании. И в первом комментарии я тоже его закреплю. Обязательно его посмотрите, друзья. Ну а если вы считаете это видео полезным для себя, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. До встречи на том ролике про коллаген. Пока-пока.